Вы хотите с ним разговаривать или хотите выйти? Буду разговаривать Отвечайте на мои вопросы Сколько вам лет, где вы живете? Выключите, пожалуйста, радио Здравствуйте, Санек Где вы живете? Великая Россия Вы знаете, как Лермонтов писал Прощай, немытая Россия Страна господ, страна рабов Какая великая Вам Лермонтов сказал Лермонтов сказал Вы знаете Лермонтова? Вас никто не знает Лермонтова знает весь мир Я думаю, слова Лермонтова более великие, чем ваши Лермонтов написал Прощай, немытая Россия страна, господ, у вас же Путин господин, страна рабов, вы рабы что не так? ладно, хорошо, вы тогда думаете какая это для вас хорошая, великая страна, как вы считаете? я великих стран вообще ни слова не называю страна может быть комфортной для жизни Санек, Санек, я сказала я сказала есть комфортные страны, и все например, Северная Корея некомфортная, правильно? Северная Корея, некомфортная страна я величия в странах не ищу Санек, давайте так я только что выкинул человека, вы хотите поговорить? отвечайте на мой вопрос, включайте микрофон вы откуда? из какого города? Санек, палец, мозг зрение, касаемся экрана в чем проблема? палец спасибо из какого города? я вот родился на Украине, но я его не люблю вообще а где вы сейчас живете? то есть как бы вы могли из Украины? я вот в России живу, город Новосибирск а как вы попали в Новосибирск из Украины, в каком году? кто еще знает, в 94-м а сколько вам лет? у меня 34 то есть вас вывезли то есть вас вывезли а маленьким, да, да я родителям благодарен вообще послушайте меня Санек, вы не можете полюбить то, что вы даже не помните да, и меня ее даже и помнить не надо хорошо, если бы вас если бы вас Санек, давайте так это у вас маленький шанс очень хрупкий очень мелкий пожалуйста, не просрите этот шанс не снимайте себе микрофон слушайте, что я скажу если бы вас родители родили в Японии вы бы тоже Японию не любили, правда? 4 года или там, во сколько в 3 года вас вывозят из вы же гордились Украины, когда она давала пизды Гитлеру, правильно? Новосибирск, как вы, говорит, сейчас живете Новосибирск не давал пизды Путину ой, Гитлеру Новосибирск, ну, если он кому-то давал пизды ну, это какой-то, может быть, 19-й век или 18-й, или 17-й с фашистами, ну, сколько-то человек дралось Украина вся воевала с фашистами потому что Украина была вся под оккупацией, понимаете? поэтому, если вы гордитесь 9 мая, так? ну, вы, значит, гордитесь именно подвигом Украины подвигом крымских татар подвигом подвигом белорусов и подвигом степных народов потому что они как раз воевали я не думаю, что ваш город очень сильно стал городом-герой, правильно? как вас зовут? меня зовут Данил окей, Данил у вас там телевизор работает или компания? да, это телевизор играет на заднем фоне окей, а сколько у вас времени, чтобы вы не спите? у меня 2 часа в 13.06 а у вас Хабаровс какой-нибудь? Владивосток Владивосток а школа уже закончилась? школа? не, я не школьник я студент учусь в Белуку а учебных занятий сегодня нету? что вы со мной? нет, я на больничном я приболел немного вот так так, какие какие у вас какой интерес вас привел ко мне? ну интересно пообщаться услышать мнение об Украине в целом что вы думаете о ней и что вы думаете о войне вы представляете, сколько роликов я делаю в день? сколько слов я говорю в каждом ролике? сколько лет я это все делаю? сколько эфиров я провела? вам этого недостаточно? я только вот недавно скричал тикток просто вы попались интересно могу услышать обо всем я бы хотела, чтобы вы как патриот России и жили в России и не думали про другие страны вот меня бы это устроило ну а как не думать про Украину если в ней происходит война? ну так вот я говорю если бы вы думали про свою страну и жили в России в Украине не было войны точно так же, как в Чечне бы не было войны, понимаете? вот вас умоляют люди живите внутри вашей страны раз вы такие патриоты и не думайте про другие страны вы приходите в другие страны Вот об этом речи Вы пересекаете границы чужих стран На БТР Обычные люди в этом не виноват Обычные люди сидят в БТР Обычные Обычные люди Не Путины Не те, кого выйти по телевизору Обычные люди и становятся убийцами Обычные люди и становятся убийцами Обычные люди Вы становитесь убийцами Вы получали повестку? я служил армии у вас есть желание мобилизируется или подписать контракт я над этим очень думал за много денег но моральная сторона того что вы фашист вас не волнует вас интересует достаточно ли вам заплатить 9 мая не могу понять что вы можете праздновать 9 мая если вы делаете то же самое что немцы память если вы делаете то же самое что фашисты что же самое выбор вы бомбили маню под очень также как башисты бомбили сталинград какую память вы сохраняем можно вопрос вы знаете причину войны а вы знаете почему гитлер напал вас ебёт гитлер напал потому что вас не ебёт а почему мне давно даже напали на воебать путин два пидораса напали на украину вот что меня ебёт вы знаете почему они это сделали меня это не ебёт из-за того что весь мир отмечает победу над фашизм значит это были плохие люди понимаете плохие вы хотите быть плохим участником войны плохим человеком выходили стоять на стороне зла как вот немцы которые быть были подстали инградом это же были участники зла даже если они были невинными людьми прош액м даже если они были невинными людьми они же пришли по стрингарт значит они стали плохими не будьте плохим человеком неужели так трудно жить в вашем владивостоке да нормально живите я вам назначали когда вы пришли сказал сказал решениях это вы были патриотом своей страны и жили в своей стране и вы меня услышали ну конечно не устраивает вашего не устраивает я плохой человек я прошу вас остаться внутри вашей страны забудьте про другие страны забудьте забудьте вы вырежьте себя как будто вы единственный живите сами по себе все вас мир не хочет все вы не хотите мир все нам не нужен ваш пусть вы любите по своего путина все мы мы другую но не очень не знаю смотрите если бы вы понимали причины войны нас не ебут при когда на вас бузы и танки вы не будет там скажите можно интервью взять по какой причине он такой бабах и вас нет все все танк уже пришел он уже вас убил вы не хотите ни в чем разобрать я игры вы не знаете почему гитлер пришел вы же сказали что вы не знаете почему вы не забрали с гитлере то же самый главный ваш урод вы хуже гитлера же никого не знаете и вы не разобрались